13 февраля у нас закрывали небо для гражданских самолетов из-за объекта менявшего скорость и курс не по законам физики. Радар зафиксировали над лудейным полем, ну то есть просто это для всех желающих, кто захочет посмотреть эту информацию и новости в интернете. В вашем понимании, что это возможно было? Ну, объекты, мы про это снимали фильм, объекты такие возможно. Наибольшая вероятность, что мы технологию эту еще не освоили, а следует на эта технология внешняя или не нашей цивилизации. Ну, это однозначно рукотворные варианты. Это не аптические какие-то там просто эффекты. Это как раз гравитационная технология. Ну, у нас повысилась фиксация. Это не значит, что их стало больше. Они, может, с той же частотой обращались, летали здесь, присутствовали. Просто был период, когда мы не могли технологически фиксировать. Потом мы стали, получили возможности технологически фиксировать такие объекты. Какое-то время фиксировали, потом мы утратили возможность адекватно оценивать то, что происходит, когда, когда те, кто может говорить про НЛО, сразу записывали в сумасшедшее. Ну, как бы тут было расхождение, когда у нас капитан корабля, наверное, морского боевого, да, говорит о том, что вот и зафиксированы контакты. Мы видели там пол экипажа, видела, да, неопознанный летающий объект, вел себя так-то. Вот зарисовки такие. Получается, мы записываем в дурачки капитана корабля, ну, сумасшедшего, да, которому мы сами дали там уже допуск на транспортировку оружия, в том числе ядерного, да. Ну, тут диссонанс. Вот. А сейчас, как бы по пять поспокойнее стали относиться к этой теме, и мы хотя бы свидетельства эти имеем. Но у нас сейчас разбавился поток грязи информационной, что стало много в этот поток попадать фейков уже в связи с технологиями, с нашими визуализациями. Но некоторые объекты, вот прям, некоторые съемки, прям до такой степени правдоподобные, что после проверки их, наверное, можно считать документальными свидетельствами, свидетельствами. А насчет, так скажем, прямых контактов, что скажете? Ну, прямые контакты, ну, вот у нас контакты Илюмжинова, да, одна более яркие, которые там у всех вызывают раздражение. Ну, я считаю, что это, как бы, возможная вещь, если у нас, ну, исходить от фактов. Вот, объективно, мы не можем быть самой развитой цивилизацией. Это факт. Вот, не получается математически никак по срокам, по остальным. Дальше, мы находимся в поле влияния, на территории влияния более высоких цивилизаций. То есть, наш статус примерно так, как вот у пчел. Мы какие-то плази, нас пока дустом не посыпали, да? Может, чуть повыше статус. Ну, объективно, вероятность контакта, она есть. Вероятность контакта, что пчелам будут что-то объяснять, ну, низкая, но тоже есть. Как к этому относиться, ну, как к реальности, что это возможно в полной мере. А что скажете насчет, там, слухов и так далее? Вот эти секретные зоны, где хранятся все артефакты, связанные, там, с падением вот этих НЛО, какими-то мумиями пришельцев, ну, и так далее, вот эта вся история. Ну, закон достаточного восстанования говорит, что если у вас нету достаточного восстанования для вывода, то, как бы, нету. Я ничего не могу по этой теме сказать. Предполагаю, что, ну, вообще, по ведению хозяйства, если какие-то артефакты есть, где-то надо складировать, это, ну, обычный хозяйский, хозяйственный способ. Люди так и делают. Если что-то появляется, вам надо куда-то надеть это, где-то складировать. Просто сейчас, наверное, в тему немножко мировых заговоров. Почему все это дело скрывается так, как у нас? Ну, то есть, все какие-то вот эти вот фейки, утечки, не фейки или реальные факты, но все это все-таки утечки. Основная версия. Ну, раз, прагматичная часть, ну, вот, представьте, да, вот, вы такой, скатимся до уровня лук и стрел, уйдем там в бронзовый рек, например, да, вы такие нашли автомат Калашникова, постреляли с него маленько, поняли, блин, это вам не мерещится. Повторить технологию вы не можете, порох вы не знаете, как это все работает, творит, вы не можете. Будете ли вы об этом рассказывать всему миру? Выгодно вам это или нет, с этой точки зрения? Если вы расскажете всему миру, то, может, кто-то раньше вас освоит эту технологию, наделает автоматов и придет вас победит. Ну, элементарно. Значит, вы не будете это распространять. Вы будете где-то там прикопали, присыпались, да, вы об этом знаете. Кто-то еще об этом знает. Все, через какое-то время забылось уже, никто не знает. Примерно так оно работает. Ну, то есть, это все-таки какая-то или околовоенная защитная реакция? Ну, это здоровая, в принципе, реакция, предусмотрительность. На всякий случай, делая так-то. Появляется очень, ну, достаточно много видео, где там призраков снимают, что-то там, вот, каких-то йети и так далее постоянно. То есть, понятно, что там процентов 80, это вот прям фейки, сто процентов, даже не обсуждается, вот, смонтированные видео. Но какая-то часть там, ну, реально не смонтированные, визуальные эффекты там или что-то? Здесь, здесь фактор привычности. Вот до какой степени биологическая форма может отличаться от того, к чему мы привыкли. Вот, ну, йети, это что, это сильно там отличается от того, от того, чем мы привыкли. Вот мы живем, да, вот у нас здесь человек жил, допустим, не путешествовал, он видел зайчишку, волчишку, медвежку, да, елка, сосна, береза, так далее, так прочее. Покажи ему там австралийского сумчатого волка. Ну, уже, как бы, схема рвется. А осьминог, это, ну, вообще, животное, которое, ну, рвет шаблоны. Как бы, оно, но не из нашего мира, а больше, чем все эти йети и так далее. Тут гранит того, что, возможно, и... Ну, здесь просто еще, ну, так скажем, у меня больше вопрос немножко в другую сторону. То есть, если существование условного там какого-то йети, ну, мутировавшая обезьяна, не суть. То есть, это еще пусть как-то можно объяснить там с биологической точки зрения. А вот моменты с всякими там призраками, духами, вот эта вот вся история. Тонкоматериальная, вот когда мы погружаемся в тонкоматериальная, ну, вот этот вот большой момент про Кулагину, да, как они стерили, как они спустя там многие года опровергали, снимали кучу видео, что Кулагина фейк, вот. Ну, так это все просто на уровне сплетеного осталось. Если есть документальные материалы, когда вполне вменяемые ученые со степенями и так далее, составляют документ, в котором он пишет, да, это не фокус, это осуществлялось, это не ниточки, это не магнитики и так далее, так и прочее. Все в разных условиях. Была, ну, ситуация приходила в помещение, где она не была никогда, да, где она не могла никакие манипуляции совершать, ее первый раз туда завезли, и она там это демонстрирует, на уже имеющемся оборудовании, да. То есть это документально подтвержденные факты, да. Факты чего? Полевого воздействия, тонкоматериального воздействия, да. То есть это объективно существующая в природе вещь. Тонкоматериальное воздействие поля. Это та часть полевого воздействия, которую, если вот аналогии проводить, то в культуре религиозной это уже имеет отношение к духу, да. Там можно сказать, то, что называют христиане святой дух, это некая тонкоматериальная сущность, с которой люди могут контачить, воздействовать, как-то самим быть источником этого, да. То есть у нас это не вошло в разряд физики, потому что мы отрицаем факты Кулагина, да, но оно вошло в религиозную часть информативную, да. То есть оно вошло как святой, да. Но святой это что такое? Это такая субъективная оценка. Святой, не святой, как добро и зло, да. Оно там вошло как святой, там упоминается как и о злом, да, как и о темной стороне. Теперь наши сведения об этом. Ну, как бы два основных сведения. Это вот Кулагина, да, там у католиков был святой, который тоже исполнял в плане телекинеза, взлетал и так далее. Это описано у них. Вот. Это вот одна часть. Вторая часть, с чем мы контактируем, это интуиция, да, то, что называется телепатия. Это когда люди слышат на стороне, там, тревогу или любовь какие-то, вот такие большие эмоции, когда это передают. Дальше. Есть. Поступают сигналы о присутствии еще чего-то. Тут просто даже по стартовому. Вот есть две позиции. Там телепатия, да, и воздействие на предметы телекинез. Может ли быть еще что-то? Вот мы две позиции знаем. Мы вообще научного об этом не знаем ничего. А отрицать варианты возможности того, что есть еще что-то в этой же сфере, да, тонких полей, нам не дает закон достаточного основания отрицать так сделать, что больше ничего нет, вот только так и так. Возможно, какие-то варианты того, чего мы не понимаем. Говорить об этом в каких-то строгих выводах мы не можем, но и отрицать это тоже такая возможность. Для нее есть какие-то основания. Если есть само физическое явление, значит, есть какие-то подробности. Она может быть сформирована по-разному. Просто было интересно услышать ваше мнение по поводу, так скажем, физического обоснования вот этих всех историй с духами, телекинезами и, в принципе, другими явлениями. Ну, оно зависимо от восприятия. У всех людей разная чувствительность в биологическом поле, скажем так. Кому-то это вообще не существующие вещи, пока человек с этим не столкнется и так далее. А кто-то с этим живет, кто-то сталкивается с этим постоянно в своей жизни. Для кого-то это часть жизни. Для меня это часть жизни. Я это воспринимаю, ну, просто как помеха. Ну, просто постоянная помеха, когда я с этим сталкиваюсь. Ну, я как вот долгое время развлекался, был художником для... Писал картины. А когда ты художник, ты можешь уехать там на природу, там, тебе вот этот распорядок человеческий, там, понедельник, вторник, тебя, ну, мало интересует, тебе это не важно в принципе. Но я всегда знал, когда наступают выходные. Я знал. Где бы я ни был, что бы и где было, я не знаю, какое число, какой день недели. Я могу забыть, какой месяц, когда творчеством занимаюсь. Но я знал, когда выходные. Потому что, когда выходные, меня где-то кто-то за столом вспоминал при каких-то обстоятельствах, встречались, люди обсуждали. А я это слышу. Я слышу, ну, когда кто-то что-то обсуждает, ну, определенная доля дискомфорта к тебе приходит. Иначе думаешь, что происходит. И кайзи. Да. А есть люди, которые этого не слышат. Хотя, много людей это слышат. У меня по коммерции тоже была ситуация. Началось, ну, такое состояние пришло дискомфорта, полутревожности какой-то. И через час буквально прибыл человек, который склонял меня к невыгодной сделке. Оказывается, он подготовил это все там, там ходы продумал. Есть такой подготовленный, такой театр был исполнен. А, ну, вот прям я заблаговременно прочувствовал вот это вот интеллектуальные вещи, которые мыслительные одети на здание. Когда он пришел, я уже думал, что было дело такое. Вернемся ближе немножко к нашей, так скажем, поседневной реальности. Вот, истории про то, что там какие-то условно-биологические поля, какие-то воздействия на людей непосредственно происходят в результате их нахождения в каком-то определенном месте. То есть, условно, там, не знаю, разломы тектонические, еще что-то. Там, в лесу люди уходят и не чувствуют там течение времени. Ну, у них просто там с мужем что-то происходит, они неделю бродят. Вот, ну, вот эти бермудские треугольники, которые здесь тысячи раз уже опровергли. Вот, с чем это может быть связано и вообще, в принципе, возможно ли такая история? Те места, которые влияют на человека. Ну, его восприятие, соответственно. Ну, мы, что такое? Мы биологический организм, да? Ну, патриотическую возможность сначала. Ну, это машина, биологическая машина. На нас влияет очень много факторов. У нас год рождения влияет, дата рождения влияет. родился зимой или осенью, весной, летом, ты, на тебя это должно накладывать. У тебя должны быть другие повадки. Первый ты ребенок или не первый. Зачалить тебя, когда родители были совсем молодые или не молодые, у тебя все вот это градация, биология заложена, потому что биологически выгодно, чтобы первое и потом, что было такое-то. Дальше потом, что такое-то. Это вот все по биологической схеме разносится. Есть такие наблюдения, которые это подтверждают. Дальше влияет на нас расположение небесных тел. Что такое год? Это расположение небесных тел, цикл годовой. Что такое месячный цикл? Если есть конкретная статистика, что даже некоторые доктора операции в такие-то дни не делают такой-то лунный цикл, потому что вероятность исхода уже почти до если есть эти данные, люди к этому серьезно относятся. Это тоже положение тел. Может ли влиять само тело, по которому мы ползаем, такая наша цивилизация, что есть возможно ли на какие-то места, где что-то отличается в плане физического воздействия, не будем обозначать, что-то это гипотетически возможно, тут возможно именно в полевом смысле, потому что о полях у нас представления ослабленные, интеллектуально ослабленные. У нас до сих пор половина цивилизации отрицают наличие в поле как физического явления. Эфирщики это кто? Это люди отказывающиеся от поля, да? Они просто поле отрицают, не говоря уже про все остальные, в том числе тонкоматериальные. То есть человек думать об этом не может, мозг не приспособен как бы в этом направлении. Дальше вторая сторона оценка у нас с адекватностью оценки там может быть какие-то условия не обязательно связаны с полевыми воздействиями. У меня вот случай забавный был лог, если не понял уже название, дурная слава за этим логом пользуются типа плохой лог, плохой лог. С очень интересным человеком мы однажды ехали по этому месту и он мне уже сказал подробность. Вот это место говорит, надо проезжать внимательно на нормальной скорости. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, ехал однажды такой порыв ветра говорит, ну прям поток ветра говорит, что он машину еле удержал. Вот тебе дурной лог. Там просто такая ложбинка, которая при определенных климатических условиях, как труба срабатывала, у людей вот о нем такая слава. Возможно, это связано с этим, возможно, что мы ищем где-то сложностей глобальных, где есть какие-то простые, более приземленные объяснения. С другой стороны, вот есть места, статистика по авариям на таком-то светофоре возле такого-то объекта, когда вроде и трасса нормальная, а люди почему-то там продолжают биться. Это все надо изучать, что-то конкретно сказать, будет неправильно, какие-то сказали, а, да, есть это все. Но также нельзя сказать, нет этого всего. Это требуется изучение. Думаю, когда-то мы получим ясность. По крайней мере, технологические возможности заходов тонкоматериально они есть. И в принципе я думаю, что мы дойдем до уровня развития приборов, когда мы сможем усиливать телепатию, сможем усиливать сканирование, сможем усиливать сканирование биологического статуса человека по полевым проявлениям. Даже если просто сделать визуализацию поля на должном уровне, мы получим гораздо большее представление о медицине, о том, что происходит. масля поверхности или что происходит, о зоне можно переходить перри гейос и немного д Over которой です в карьеру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok